Видеодневник, день 27. Итак, ребят, сейчас, наверное, все испытывают такую проблему, как нехватка времени, да, неважно, там школьник, вы студент или работаете, вы приходите со школы, с университета, с работы, там вы провели 8 часов плюс дорога, 2 часа, да, там сон 18 часов, там еда, там пообедали, позавтракали, какие-то свои личные дела. И вот 24 часа в сутки и вышли максимум, что вы можете делать, посмотреть одну серию вашего сериальчика, либо какого-то одного фильма. И все сейчас забывают, что сейчас практически на всех видеоплеерах вот есть такая функция, как скорость воспроизведения. Если вы поставите на 1.25, то есть видео будет воспроизводиться на 25% быстрее. Вы этой разницы даже не заметите, а экономия времени получается колоссальная. Опять же, это все подходит практически на все видео, кроме видеоклипов, да, вот темп музыки, это, конечно, прям сразу отличается. Вот, смотрите неделю на вот такой вот записи, привыкаете к ней, потом ставите на 1.5 и еще через неделю на 1.75. И после этого вы практически, ну, 2 это уже слишком много, но на скорости 1.75 реально можно смотреть видео. И таким образом, да, вы сокращаете время, которое тратите на просмотр фильмов практически в 2 раза. Опять же, помните, лет 10-20 назад любой фильм длился полтора часа. Час 45, час 2 часа, это уже считался, ну, прям длинный фильм, нереально. Сейчас же фильмы 2-2.5 часа, это считается нормой. Поэтому вот так вот выходим из положения, ставим вот скорость воспроизведения 1.5-2, постепенно привыкаем к ней, нарастаем. И через месяц все, у нас появляется в день лишних 1.5-2 часа. А при правильном использовании до подхода лишние 1.5-2 часа в день, это прям, ну, это прям космос. Вот, так что пользуйтесь моим лайфхаком, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!